так скажите пока да все быстро работает первый бой на стриме это владислаус о да посмотри это не просто владислав владислав 16 понимаешь да то есть мы были близки мне когда что-то в этом есть да он вот какой-то из благородных кровей там владислав 16 против знакомого на монстра монстры да мы все знаем и это этот джонни кейдж кстати на джонни кейджи насколько я знаю он но не всегда играл до какой-то у него был другой main хотя не буду до конца точно это утверждать но на джонни кейджи монстр играет нормально более чем нормально я бы даже так выразился да хорош хорошие результаты показывает все таки ну что погнали я сразу же вижу что владислав это что-то невообразимое потому что мы джебы на нейтрали отмены wave дэшика ну wave дэши точнее всякие час 1 ручка стагер еще за я понял что это такое это это прекрасно это будет очень красиво тем более вариация в уши та самая мало очень использует на самом деле такая вариация она очень противная и ну я бы лучше скорее поиграл с вариацией первые чем вот с этой потому что ну телепортом никс еще увеличенный дэмэдж захвата увеличенный дэмэдж вперед 4 но это конечно серьезно да но надо сначала зарядить надо сначала это все дело за что он там делает а и все зарядил завтра турик у америкосов только по инвайтам естественно для соединенных шагов за 2000 долларов так что это да кстати там это где sonic будет и вообще заметил что sonic он не играет онлайн и но вот в последнее время он хотел во-первых такой квалифицироваться на кастомы и не квалифицировался и вот теперь он участвует в этом турнире то есть вот что он решил онлайн и поиграть какой нейтрал джамп на чисто теоретически чисто теоретически нейтрал джамп должен спасать от любой опции с этой стойки от абсолютно да но что правильно за таймить естественно надо за таймить и кстати вот монстр он вообще прекрасно мы тут что-то сидели про sonic говорили а монстр он там сидит очень классные в панише исполняет и вообще очень хорошо очень хорошую игру показывает джонни кейджа именно так как ну человек должен играть за джонни кейджа джонни кейдж все равно топ-тир персонаж с очень нормальным нормалами и монстр вот по максимуму это все дело использует учитывая что непонятно кто такой владислаус непонятно как он играет на этой вариации какой у него там микс об чем там будет делать что он больше любит захват типа не знаю и лимит больше любит аккуратненько за и файл здесь за и файл там то есть прекрасно прекрасно да очень часто монстр чекает то есть сначала вот он в первом раунде так не уверенно не уверенно чекал чекал а потом уже видел видит что вперед 43 владислав очень часто делает но и соответственно просто начал подлавливать на этом вот просто быть очень быстренько за адаптируется может быть сейчас владислав такой подключил там энергию ци и просто там люк конку него сразу же везде плюса на телепорте плюс там или амблока был какой-нибудь угадал где же панишь монстра ниши до ролл спасает ой владислав после ролла сделал поку и потом захват сработало смотри на нежданчики не такое работает на телепорте потом микс об так стоечка есть если бы это был mkx мне кажется что это телепорт быть еще и лаунчил который тебя ну true mix up на full screen который тебя ложь ой чуть-чуть дала свою возможность этим острова брейковый снимает перед 4 3 вперед 4 3 доигрался владислав да обрати внимание владислав тоже там готов какой-то нейтрал играть 1 2 там вот эти вот очень вот здесь она не правда только похвапилась да только похвалил ей монстр тут же ой и монстр тут же начал проигрывать нейтрал надо хвалить его поменьше просто не буду никого хвалить хорошо очень хорошо рвёт захватик и здесь какое-то невероятное д-два на непонятное пержимается наверное хотел зарядиться или может что-то такое я помню какой-то мы о это много даже должно рейковые очень поздно снимает владислав хороший дамаг дамаг же просто жесть пиксель остается об и криток развела там барака где-то стоит такой чуть курит и покашлял пока что он подавился много даже ой низконферна хорошо нет не стал палить что готов уже крашенка у него да нет на вперед 4 3 мит с марина на обратном то захвате тоже увеличенный дэмэдж да 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 уход не удался уже можно крашен делать захватик о господи монстр а вы меня спрашиваете как вы играете mortal kombat 1 вот вот казалось бы вот казалось бы ребята владислав ну ничего такого не показывает да но тем не менее смотрите он запутал монстру мозги просто полностью монстр такой что где куда что делать я же я же сильнее его как таки проигрываю но как-то проигрываешь да да конечно монстр в шоке его стул наверно тоже изменениями наблюдаем прекрасно конечно разного кстати говоря для люка на это один из самых неприятных матчапов в виду некоторых подробностей хитбоксов то есть очень много ударов улю они именно бифуют по кейджу я вот не помню правили это или нет но до сих пор из-за женского хитбокса да за женского хитбокса чтобы женский он уникальный я бы так выразился то есть женских вот например по джейд даже шары этого джонни кейджи попадая но у нее хитбокс женские и нельзя за лаучить в углу там например за ту же самую джейд то есть это именно мне кажется что просто есть мужской хитбокс женский хитбокс и есть мужской уникальный и женский уникальный краска китаны то есть тут вообще можно голову на этим сломать мы зары наверно мне кажется сами себе голову ужасов пока делали всех этих персоналов чем обусловлено такое непонятно продолжает продолжает делать эти стоечки вынесла ой по нежу хорошо там надо там просто монстр сыграл неправильно поэтому его как тут этого не судела о это смерть ну прекрасно это это просто прекрасно в исполнении монстр просто замечательный угол там вроде бы он даже побежал это об два да насколько я вернул она даже у аферкот саживать прыгала и нету о как это так как это так промахнулся велосипед интересно прекрасный вкусный вифа ниш монстр держи красно все проверяю все чекает можно просто камон просто просто вниз два новой как но все тут уже не выбраться 9 как о боже мой и и и монстр так ошибся сейчас он просто вифнул своим разин старом но не наказал у вас я сам не знаю у меня прям перед глазами у меня прям перед глазами такая ситуация монстр берет не добивает чем-то и что-то к счастью для монстра все сложилось более-менее неплохо суши а погоди а у нас фт-2 или фт-2 фт-2 конечно это 2 до 2 8 или что же следующий наш бой красотища да это лаки джек против клей мор лайка ой как же популярен стал персонаж да с бафами и он стал на редкость популярно да он не то чтобы стал лучше с этими бафами он как будто бы ну может быть чуть интереснее более гимиковые такое и но кстати вот это очень важная поправка чтобы нельзя было брейковые сделать из буреви до однозначно сыграла люди до сих пор до сих пор и у них получается сделать оттуда брейковые но конечно начинает сразу же кларма влачу все решеница да он достаточно такой достаточно уже серьезный игрок на своих бабенки красный а знаете смотри у него уникальный это самый костюм тут сам коммунистически настроены чего да да из-за которой из-за которых это на украине забанили в украине были проблемы с покупкой этой игры и точнее не было до сих пор нет нет и бросочек окей а шри за реакцию на теле да да чуть-чуть не успел а вот сейчас у вас сейчас успел но почему-то несколько не за контролем дальше да не за конферми очень хорошие b3 тентакли просто прекрасно так молодец клеим уверена первый раунд забирать запутывает очень страшно телепорты у рейдена это прямо ждать я не да 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 если он конец большом расстоянии это делает но он тебя еще зари панишет может за попытку запанишить его телепорты а вот антикс ол такой крашен блогер код погнали почему это меня так веселит сегодня за ракет могу сказать что в мкx телепорт этот телепорту рейдена понеслился проще чем здесь я уж не знаю не помню что он по френдате чё но проще так нравится когда такие крутые чуваки играют там хорошо присел так присел под этим текст роу и за понише да прекрасный вообще понише сложно вот они таки играют да и и кб и все зубы летят понише опаздывает лаки джек немножко и просто стринг в блок и все равно булевесить их сделал ну я так понимаю он рассчитывал на то что и клеймур лайк будет сидеть для того чтобы но запанишить захват который просто стринг захват тег тролл да вот а ну это своего рода миксом либо буревестник либо телепорт да хотя на самом деле для меня мне очень нравится когда рейден плееры делают именно b12 телепорт дальний это прям очень сильно тебе в мозги залезает вот эта анимация телепорта когда он делает захват да и анимация обычного телепорта но это же похоже не можешь просто взять и заряд здесь он еще делать дальний телепорт и такой что он потом чай не в понише бы это да очень мобильный персонаж очень крутой мобильный персонаж на данный момент надо очень сильный телепорт у рейдена хороший телепорт действительно его только вот если прям совсем ждешь то можно наказать на так когда он на нежданчик телепортируется очень быстрее явно не достает самоуважение погнали перезариваться пока что ему это выгодно на самом деле да понятно дело ему выгодно это но вы тоже рейдом один раз ты неправильно сделаешь там не знаете так и усоплю сделаешь неправильно что угодно любой тебя запланишь на пункт грамм на пункте как бы придется брейковые тратить там не знаю или даже если брейковые нет там 330 изменить меня то есть что мне кажется за c3 он что за какой-нибудь скады но сложновато сложновато точнее ну просто нужно аккуратно это отыгрывать ему дальше можно отыграть надо но в принципе я уверен достаточно первый раунд забрал клеймор довольно таки стыки лаки джек прекрасно знает на персонажа противника то есть мы уже несколько раз увидели очень неплохие паниши особенно вот этого нового стринга то есть не теперь он ну как я обращаю внимание что клеймор лайк каждый раз читает этот тикс ров то есть каждый раз тикс ров он именно ждет микро дак делает и соответственно паниши лаки джеком понимаю что он собирается кондише и своего противника он сделал побольше буревестников после этой серии но уже это может быть в один момент прекрасный вот этот мир похода вовпа конечно конечно саживает вода голода надо не носится клеймор даже не стал бритвы и тратить что естественно в данной ситуации он прочитал чтобы турнир ермака нет еще не был ну если бы брейковые сделал конечно там ну извините меня и скейлинг был бы поменьше и два метра потратил но никто сейчас на самом деле мета такая что никто не делает эти брейки там в клатче может быть если у тебя нет вариантов может быть брейковый опал воро рожде по не вот это здорово было ну не знаю это оптимальный по нему вообще нет нет конечно но то что он за понише ой наказывает прекрасно прекрасно так оверхед еще и пихни вверх это конечно было нет не стал ну это камбэкнуть просто нереально просто крошу блог с моими словами ждал ждал типа он только телепорта и ждет он только телепорта и ждет ну что ж 20 достаточно уверенно забирает клэй клей кассиус клей да клей просто но он классно читает он прям классно читает против него молодец и близко всему он готов к этому рейдену то есть с кем-то не играл возможно или это я там не знаю бронки где встретился немало раз но готов и прям ну за такого непопулярного персонажа как скарлет ну и как бы я не говорю что персонаж слабый да но персонаж крайне не популярен на данный момент давай как же знаешь прекрасно влади винди влади винди да это бы это же приводится как владик ветряный а может у него имя и фамилия такие владик ветряный может это его не знаю если честно кто такой влади винди и нечет не помню что ты осмотрел его и говорю у него бог бог а ну да ориентироваться конечно по по рейтингу такое себе дело тем более когда до конца осталось там один день для по моему один день или два дня осталось значит такое сейчас мы вспомнили про этот про лигу а у меня там очень крутой будет костюм для джейд следующей лиги я прям вообще не могу дождаться сразу же запутывается вперед 24 начиная от грейт касту и сразу же командник снова выходит обучение сбивает лету эр хороший сетапчик вот какой джейдж и свинство это просто ужас на самом деле могу сказать что тот алкан в углу это просто адская машина потому что потому что его надо как-нибудь прочитать но все дело в том что это сложно его да то есть поверь должен обязательно прочитать я не считаю что ты умираешь в углу именно в углу каталка он может закомбечить просто из какой-то невероятной ситуации порой но надо довести и вот сейчас вот great can очень грамотно действует в том плане что они не хочет упускать угла ой текстово прочитал но это весь твой паниш владеет вообще там улетел я серьезно пони что получилось сделать так ставить банку я не ждал там кнопки тройка просто тройка что что он хотел сделать я бы вертись сделал но он просто тройка не знаю господи что делает владе там аверхед и еще заходит ой ой прекрасная отмена подряд что что это было не знаю мне очень понравилось как сейчас влади сыграл ну влади винди влади на влади это не тот человек сам гугл зашел сейчас хороший конфер хороший конферман для и ткана верх 3 которая аж это прекрасно после этого командник да мы сейчас пары миксапов и здесь уже извините меня ничего не делаешь да так все весь патронтаж расстрелял хорош хорош великолепно прикопнул этот усиление наказал это честно говоря я не до конца понимаю зачем капоте о просто долбов на ровном месте владеет расти приехали сюда спасибо спасибо за донат этот потерял так я просто просто кого не просто подошел командник влади видеть слишком уважал просто эти командники у меня в мыслях нон-стоп по ночам я просыпаюсь холодным поту и вижу командник перед собой какой-то ужас да но что поделать кстати говоря влади винди он же играл за вторую вариацию то есть тоже с командник а между прочим вообще говорят что меня еле слышно дубасика еле слышно ребята подтвердите пожалуйста в чате если чуть громче сделаю будет слышно по-разному я так понимаю да странно я чуть громче же слышно говорят я еще чуть громче сделаю дубасика тише чем я так давайте я себя потише тогда сделать ну что ж смотри там не переборщи а то получится так что вот я хотел этот еще раз вернуться к тому моменту с этими отменами с этим слайдом это вперед 4 но это же прекрасно ты должен понимать и что готов ли твой противник твоему персонажу как ты в принципе знаешь своего персонажа и это было просто прекрасно но это знаешь это своего рода такой джордж стайл реакции тем более да он один тоже очень любит такое делать апперкот напали напоминаю что поскольку этот командник медовый то апперкот напалишь не дает так прочувствовал прочувствовал этот захватик до 2кб 400 д ох ох ну это же скласс бывать это еще очень похоже знаешь на джейд то есть у него тоже своего рода такой же такая же отмена я смену да да но она может менять когда хочет а вот здесь отмена происходит именно в определенный момент насколько я знаю насколько я осведомлен вообще по поводу этой вариации на black так так тихо-тихо вот здесь опыта держал панишет прошлый раз да это должна быть смерть хорош прошлый раз great can сделать tics roll в этот раз он сделал апперкот бога соответственно от сейфа вы рискнул в этом весь кота лган то есть он должен рисковать его микс об и они вовсе не свои слова и они хорошие понятные сайфовые микса по это уж извините не мк и если бы хотя с другой стороны взять того же самую саба у которого ну действительно прям цифровый миксов терминатор терминатор а там ну да и прям лауре вар до тот же самый саб у него можно там побежать еще что-то придумать интересного хорошо было но только сайт свитч вот сайт свитч конечно против кота лька на серьезно-серьезно ох на неждачек на неждачек доделал апперкот бога сейчас great can снова рискнул и на этот раз и оправдался ой 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 вау очень хорошо стал джебами пинди но тут солнышко так функционал тащи давался все все солнце ждет солнце ждет назад этот назад отходил горитка специально чтобы подвинуть противника ребята пишите и на в чате и будут союзных да нет кстати что иногда двигается иногда не двигается зависимости от того что противник делает если противник будет хоть что-то делать на стрелять и так далее то он будет вот это классно конечно так тихо класс так хорошо хорошо играть как развел точке вот что это каким образом ушел да в общем очень это прям было так нечестно о запоролка бы сейчас редко за два слайд хорошо прочитано но блин это весь твой панишка мон очень о такая напряженная ситуация здесь угол бросок от эрена хорошим оки и о боже мой вот она вот она вверх 3 смотри потолбло появляется влади владивинди извиняюсь так нету антиэра и что будет делать отмена какая-нибудь нет не отмена ой ну это да извините меня до свидания ну что ж 20 имел шанс владивинди дожать имел шанс безусловно но не реализовал да очень хорошие были шансы у влади и винди в этом углу но опять же вот это вверх 3 которая анти ерет на фулку практически но это да нужно иметь ввиду такие вещи и но стараться побежать если эрон блэк против этого джонни кейджи это же что получается что один из таких ну неприятных матчапов для джонни да ну-ка ай вот она не только сказал я думаю блин вот монстр молодец там что-то реально знает своего персонажа что класс класс прекрасно он так задумал хорошо посмотрим но блок нельзя делать вперед 3444 ну вот нельзя с этим персонажем вот они рассказали что нельзя значит ты должен спокойно себе сидеть на своей жопе и не возникает да и конечно здесь надо прочекать если знает об этом скид марки и он это про чекает то конечно надо будет поосторожнее посмотрим мне кажется он попробуем еще равно хоть раз сделать да хоть разочеку о прекрасных волос бога красно отличный слава сбоку 2 готов какой вариант первый вариант и суши смотри сразу же сделал брейковые хотя это же оба 2 после обдалки очень ну такой серьезный скейлинг для комбинации твои и там сразу же брейковые то есть не знаю я бы не стал наверное брейкать особенно против джонни он но не сильно много дэмэдж там делает да тем более начала раунда в принципе хорошо ну хотя да с другой стороны начала раунда типа что там две полоски какие-то мне вообще не нужны эти ваши две полоски подавитесь ими вы как-то ой как же они ой как вы прыгает вот здесь да здесь мог быть не трал не трал джампом как-то выпрыгнуть пока и задевает монстры и что-то еще чуть-чуть хп страны ступых и ох понише и нету понише скид марки кому прекрасно рвал захват и здесь обучается хватно вы что понише вот как раз мы говорили об этом и все равно скид марки знает скид марки знал да что надо назад при помощи назад два понише господи уникальная ведь вещь да это ну ни у кого такого больше вообще даже туда понимаешь даже кита но насколько знал и не может она это никто не может по-моему никто не может да вот ты в рост и мне сказал что вот джонни кейдж может я тогда удивился еще на прошлом стриме и еще оверхед но блин где плане что монстр выпускает возможности такие вещи нужно понише броском если увидел что rn black вифнул своим f4 просто прожимая бросок и не важно что он дальше сделает да ладно паришь вот он подолбал все четко стабильно понише спид марки это значит что но монстру надо что-то такое придумывать и не использовать вообще это сервис а ведь это одна из же это же так легко это же так легко за детекти так легко запанишить и ну просто знаешь монстр может быть делает это по привычке да пусть он привык что у него да есть там сайфовый какой-то прожимает по привычке и это просто залетает в бок и ему даже ну confirm it не надо на это не надо никак реактить он просто берет и понише просто за 2 блин это так несправедливо это очень несправедливо но бускид марки он знает об этом и нужно отдать должное скид марки хорошо сыграл на и ранее и же будет ли какой-то репик интересы монстра ну потому что я не знаю night wolf нет нет не стал монстра менять персонажи да но конечно уверенно очень скид марки но на самом деле монстром смысл мне кажется сейчас уже не будет такой этой серии уже пользоваться так налево и направо потому что но для него это он сейф уже получается что до что против определенного персонажа и танцы ну да то есть возьмем ту же самую джейд от вторую вариацию джейд это единственный персонаж который понише например период 4 аптриусе то есть такие вот вещи они есть и вот например в инжайсе да если возвращаться к теме таких вещей гораздо больше только я сказал что наверное монстр не будет этого делать но все равно делает но все равно делает и за это получает каждый раз просто ничего не говори давай молчать ой брековые нету это смерть мне кажется это убийство мне кажется скид марки просто задезморалил монстра сейчас целиком и полностью газ это прям это прям серьезно сыграл каждый раз когда монстр это в блок делает всегда гребает всегда уже третий раз подряд и не ошибается скид марки вот в чем прикол да не ошибается не дропает комбой f4 4 заходит очень большие про дачи почти чертся в 400 зашло ой вот она даже в такой ситуации монстр готов вырвать захват и классный класс аккуратнее вот здесь аккуратно надо было конечно тратить прошу на логике 2121 брековые нету монстра терпит терпит их 3 просто смотрите он придумал он рассчитывал чтобы 2 попадет в блок и сделал после этого слайд классно мне понравилось сильная игра уважаемый молодой человек играют это конечно да молодец но монстр ну извините вот такой вот матчап как бы здесь я даже не знаю баг это или фича ну блять честно говоря я в шоке вот то же самое что про кастомки меня постоянно спрашивают вот это когда синдал подлетает начинает спамить про джектора спрашивают говорят учу это баг что ли есть такой надо какой приколом не и вас писал я вот помню что-то он рвал захват да и он бы его порвал нас карп типа он понимает он знаю всем все вот эти все пацаны они про это все знают прекрасно и до нрс очередной раз решили что давай там пока итак друзья у нас меж тем матч за выход в топ-8 это мама он убрал конца из в лузера и сиф сиф который убрал оверлорда солтмана и еще коламбу ни одного из них я сейчас не знаю что это такие но тем не менее матч за выход в топ-8 так что это кунлау что его господи отвратительно так плюс очень аккуратно спалкуется и все по блоку вроде бы мы тут сразу же захватит как он полетел и все равно попался ведь рейден на вейкапе буревестник до апперкот почему бы и нет новый да вы кстати вот мама я же с ним играл и он он реально он делает вестник на вейке он я так пойму может быть он рассчитывает на то что человек будет прыгать может быть я даже я даже не знаю как бы какая логика здесь ну скорее всего да о господи что это такое смерть зажал но на самом деле да и действительно мама играть нет несколько странный сейчас несколько странно паниш не получилось ой но здесь зато пока и постарался сделать захват ну сиф сразу же такой берет пони что в ответ всегда молодец мой какой-то сетап вообще отвратительный сетап он главное знаешь он все так классно сделал очень интересный пони штамм все законфер мил и просто супер отвратительный сутап откуда ты его взял господи 6 я просто немного в шоке это какая-то игра контрастов порядка но крайне непредсказуемо старается действовать мама и один буревестник тот же самым очень пихает и пихает все самого типа это работает это знаешь один из тех случаев когда жалуется на d1 d1 не влезть о посмотри d1 zpb шел сиф а я так понимаю что мама рассчитывал сделать после этого какой-нибудь спешил но он не сработал потому что п.б. и просто он отожрал захват и неждание а по эта паучка причем очень больная а что он пока спешил после поки спешил там поднажал слив чё-то а по вот это очень ну а по ее тихо тихо поле чемущик старается нажать это же минус 5 хорошо санте ерил но лазган фермер низко фермер ничего апперкот опоздал так где же понять он же побежал от это 2 были пошел до 2 это знал что мы где-то около минус 19 не ожидал да не ожидал наверное супер не ожидал на самом деле столько много странного мы видим вообще вот обеих сторон как бы ну для меня это вообще это какой-то невероятный контраст эта игра показывает я в шоке меня волосы дыбом и не только на голове так на что 6 меж тем первый бой выиграл несмотря на то что такое знаете ребята бой весьма странные но он супер непредсказуемый если честно просто два таких персонажа которые действительно могут непредсказуемо очень играть хоть и не показывать какой-то такой игрой игру которая ну типа восхищаешься сильно но все правильно вот например сиф прям хорошо все делает все space it проверяет постоянно но единственное вот меня вообще я даже не знаю как это правильно подобрать он наверно возмутил этот сетап и меня еще ну смущало то что он постоянный вес после своих минус 5 постоянно причем каждый раз он это делал так тихо ой как как же сложно вот это все заблочить против лао хороший дэмэдж пола какие-то здесь отмена еще что вообще хорошо вот это отмена у рейда надо обрати внимание она одну рабочих это вперед 4 отмена да очень что-либо изряд не каждый персонаж достать но мало хп остается у сифа будет ли звездный камбэк нет не но давно я не знаю почему он прям на веке решил сделать стринг мне кажется там было очевидно что либо бэк-ролл либо еще что-то подобное опа вот захватит он поймал все-таки мама противника и здесь можно уже от зоне рейдом цели молниями тут вполне себе неплохо отзонивает я самом деле молнии очень хороши и имеет хороший весьма когда он выходите заходит и микс еще верхать так хорошо было получить мама какой серьезный дроп вот этот колобашки да как и называет hitman это если гипта извините меня там паниш не хочу чем угодно запах порвал захват хороший хорошо порвал захват прям мама там хорошо порвал и прекрасный спейс прекрасно просто отбой рим гардио у него метро на боевесик поэтому так закончим их потолбло всаживает сиф тоже видел что мама сделал это я впервые такой вижу чтобы телепортом за не я вот видел как-то юрчик hitman и выдел некоторые вещи телепортом там те же самые выйти ну вот чтобы против кулла у которого этому вроде бы он по кругу так колесо делает берет типа телепорт и бэйк не успевает развернуться то есть противник не успевает развернуться и получается так что биф панишешь of 3 стиль порта ну короче вообще такая сказка но интересно интересно я не думал что мама такие вещи умеют зайдут персонажа я думал что только там юрчик hitman энтузиастом такие вещи находит смотри у какого-то хорошо почему-то это про мне знаешь это мне кажется это был вид до рыбы пожалуй не такой быстро потому что ну да долго конечно вот тоже самое что я играю на single и d2 я если делаю до 2 то я стараюсь ну прочитать этот чтобы брейковый не джон сразу саживает потолблоу больших проблемы у мамы ну он же этот раунд неплохо начал но что-то пошло не так на виду очень мало дэмэджу о равенство по хп ушло ой просто равенство мамы прием попадания как это это просто я не понял что произошло вообще не понял и пустил шляпу по кругу и смотри этот мама он получается сделал супер мэнинг но задержал этот супер мэнинг а в это время сиф сделал телепорт с шляпой орбитальной и ударил оверхедом и оба удара зашли в хит оба удара зашли в хит это просто это просто отвратительно good games но слушай их очень хороший бой мне понравился бой он прям был так скажем насыщен насыщен событиями плохими хорошими но не важно для нас неважно какими событиями насыщен бой потому что нам интересно посмотреть вообще что что эти люди против друг друга будут придумывать что будут делать наискосок типа как у кабала да мне кажется вообще очень сложно там есть не знаю вот барак как с ней играет могу сказать что барака это тяжелый матч-ап то есть точнее наоборот для бараки это тяжелый матч-ап потому что и если в плит в принципе хорошая скарлетт может очень хорошо отзонить бараку и не подпустить с учетом того что телепорт еще есть крово крово порт крови порт ну там суши мне кажется любой любой более менее такой ну зонер зоне русский персонаж даже если слайд ли зоне р как вот например джей в бараке все равно будут проблемы в любом случае да там ли то же самое скарлетт у скарлетт хороший дым для начала во вторых кстати барака туда кого же еще да вот сейчас посмотрим как раз и что из себя представляет этот матч-ап ну что интересно интересно и вот что я хотел сказать что скарлетт она же способна отхиливаться о классный армор брэйк а я-то думать почему он это делает клэймур лайк вот я помнишь прошлый раз тебе говорю слушай это же наверное не оптимально он ты это делает то что это армор брэйки совсем забыл прайдку откидывает назад любым спешилом любым его стали откидывает ну просто на full screen еще и в card knock down и сейчас мы видим что весь раунд magic и просто гонялся за скарлетт и не догнал да и да ничего не смог сделать вообще жесть но magic t это лой лист 1 урочи в первую очередь бараки и а если ты лой лист бараки ты в основном умеешь охотиться ты можешь потерпеть получить немного чувства подойти потом уже в уголке там 112 сделать свой ну вот не так не так это конечно было плохо привет народ да и вот опять же возвращаясь к теме мало того что скарлетт она сама по себе как зоне она делает неплохой дэмэдж особенно если учитывать фаттл глоу фото был вообще сможет она еще и хилится по себе тоже не дает нормальный дэмэдж проводить особенно если у вас ну только начало боя там какой-нибудь да если клач тем более она там тебя цепанет один раз хиливается на 70 дэмэй 70 дэмэджа это то есть клачу очень серьезный цифру вот сейчас если напырил там вообще вот сейчас замечаю что magic t умудрился перезонить в предыдущем раунде скарлетт бик дэмэдж 50 снимает уже больше блин не убил диска где концерт вот отхилился и опять как пропустил сейчас magic t да это обидно это обидно это пропускать такое но не убил боже мой из просто клэймур лайк рискнул сделать бросок на мите это жесть это просто ужас это и конечно железные яйца клэймур лайка 6 это очень опасно было но тем не менее зашло так зашло против бараки подойти сделать ему захват против бараки может быть мы же на что рассчитал мог рассчитывать magic t да на какой-нибудь не знаю вот на что он сделал сразу какой-нибудь либо знаешь бы получается да либо знаешь с учетом того что он fatal blow сделал на лейкапе мне кажется он рассчитывал на то что делают многие скарлетт на мите то есть на на верх это и то есть фото глоба зашел фото глоба в этом случае однозначно зашел да ну да конечно он очень медленный он прям очень медленный на него можно очень хорошо среагировать но опять же то есть для magic самый нормальный вариант на мой взгляд это был хотя нет и бэк роба не сработал вы кровь бы тоже ну что же 10 плэймур лайка да вот из-за того что она может способна забирать кровь бараки невыгодно звонить хотя они хотя между прочим у бараки то спарки его в принципе это неплохой про про джекто да очень неплохой но дело в том что у самого бараки очень плохой ему и это ему прям мешает не мешает ходить противников но если бы у него был хороший мудман то там и меньше дэмиджа и это я сейчас говорю о других вариациях бараке он там за эти вариации он как может панишать там хороший конферны интересный сделать там и в паниши классные появляются другие опции и но дэмиджи меньше о боже бэйлай мазин просто встал как скопанный он просто встал как скопанный ничего не делал вообще не вверх 2 не вверх 3 ничего он просто стоял без блок суши мне такое ощущение что скажет как будто меньше пушбеки после 112 гад панишь не получается это конечно нужно уметь панишить до своего персонажа вот это чоп-чоп если ты не умеешь это делать тебя просто там так и сшинкует в углу до этого конечно в углу добил сейчас magic key 2 очень быстрых раунда в его пользу крайне быстрых барака то есть тут ничего удивительного барак очень быстро сносит если он правильно читает правильно подходит все правильно в принципе вскрывает это ключевой момент вам конечно конечно да клеймор все-таки не меняет персонаж если честно я после первого боя думал не сменит ли на скорпиона все-таки не контрпикнет ли на скорпиона magic key у него же точно у него же есть скорпион я отчета это же сейчас я подумала против скарлетта гораздо лучше более выгодный матчат да почему гораздо да причем мне кажется именно вариации с цепочкой взял ее ешку круть серинг рейдж конечно не знаю тут сложно сказать вот в рекламе марлайк почему-то думает что выгодно подойти к нему почему он так думает пока что не поняла и на overhead не успевает среагировать b1 делает проверяет твой мурлайк хорошо отхилился и все уже равенство даже неплохое преимущество у клеймера остается зарез будет отзваниваться так о боже мой сколько life лидер отыграл кошмар и все и ушел с барака за за одну тычку нет видно что на джекте флава сбоке пытался делать но за полом первый второй третий раз сбоке они не получается не идут не идут вот шарики вообще легко можно получить которыми она бросается войну он все тоже равно ты господи зачем все так и джейль понятное дело ты можешь там чипа немного съесть например нас не знаю дэмиджи процентов 20 ты уже как бы отожрал 70 процентов чистого дэмиджи что лучше что лучше понятное дело как влезает клэмур лайк и все и вот оно как подойти с таким life lead on clay more вообще от зоне от зоне на сто процентов и это 21 серьезно очень серьезная конечно особенно вот этот раунд вроде бы сначала он его убивает сначала клэмор убивает мы джекте потом мы джекте просто кушу шук там просто минус 700 дэмиджи . здесь даже подойти не смог ну чтож все мы начинаем ясницкий зашел на турнир поиграть показывайте а и так грейт кант берет не к толка на шалка счета матча плохой ну на самом деле я бы не сказал что прям матча плохой да и ушел к нам матч-ап нормальный но не знаю обусловлено чем чем обусловлен такой выбор но тем не менее шалка интересно то что шалка на несмотря на то что там типа достаточно сильно обнули все-таки на про уровне очень многие жалуются что шалка все такой же слабый как и был весь трясу чуть по-другому теперь игра строится против него но такое же чтобы прям до персонаж тоже тупой такой знаешь он прям вот с него можно выигрывать всякой там с ранее непонятный но так можно за любого и гораздо больше персонажей которые эту но это лучше делаю непонятно не тратно все было забрать каназа что он непременно получил ох вверх 3 вот привычка привычка грейт к на вверх постоянно делать вот за это он поплатился сейчас ой что такое у меня вверх 3 не анти я даже не ожидал другого персонажа и желтая у а вот антик тролл пропускает и о хорошо садим ясницкий ничего себе быстрый раунд ясницкий счет вообще снес просто разошелся хороший захватик у интересно вот она вот она но ясницкий у класс да вот он прям сразу же показал вперед 34 четверку за слову сочетку же за понише очень готов к этому матча да ты посмотрел все это просто посмотрю через низкий делает ну так ну еще это еще не конец тут подожди будет апперкот зашел так чуть-чуть как и остается и еще верхней прекрасно ясницкий просто замечательно сыграл показал основную проблему сейчас но это чтобы основную проблему этого шаолка на наоборот как-то с него надо играть обязательно нужно побежать 2 удар да если ты не побежишь второй удар тебя просто там за миксер личности взял пб что он на фуку за понише вообще без особых проблем как будто бы он это каждый день делать молодец молодец и но я не знаю great can может быть у него слишком яйца опухнули потому что тут шаукан решил взять почему даже не знаем мне нет и здесь что почему господи ты боже мой и раз да камон насколько помню вообще изначально great can вот играл на к толка не и на ситрионе если уж совсем потому дело было плохо но я никогда не видел чтобы он играл на герасе отвратительных персонажей собрал а почему я я не понимаю просто почему не берет кот или вообще не понимаю в чем прикол да опять командники кстати опять медовый да да это пожалуй лучше командник вообще искал из медовых в игре тем не менее он играет между прочим на первой вариации которая самая непопулярная по моему герса вообще на данный момент кстати очень неплохая по сравнению с тем что было ну блин на самом деле если вспомнить какой был герст уже просто же это просто нету больше нормально они по бэш не ванну бэш ну дженни кису и дубасику привет привет мне спасибо за зацепил при помощи body splash great can что это что он закон потому что это armor break то есть в этой нижней песке они армор брейком является и дают крашенблоу при ой паниш трындец ну это да это извините great can просто стер и с низкого здесь за герасона я даже я даже а что great can умеет за герас и раздать приехали никогда не видеть чтобы он играл за гераса но очень уверенная игра естественно так но медовые командники эти ваши медовые командники мне стараются люди типа объяснять что командники это нормально что такое всегда было но медовый командник если он медовый командник он не знаю плевается у него там кб еще есть много демиджа делает его нельзя порвать ну и подсесть под нельзя тут ну не должно быть такого чтобы реально единственное что и против него можно сделать только выпрыгнуть нельзя такие миксы делать суть в том что это лично моем не суть в том что это то ладно хотя бы тогда но вот командники проблему добавляет здесь то именно в мк-11 что приоритет бросков он имеет все броски в мк-11 крашат вообще все ну то есть все абсолютно и из-за этого командники становятся такими прям сильными на правильном про это правда очень хороший приоритету бросков есть x-roll вот грамм угол угол по-моему естественно не год не очень готов к герасу сейчас такое ощущение складывается минус шесть грейдка в минус шесть решил сделать нейтрал джам дро хоррошу восемь дэм уже залетает так тихо-тихо очень аккуратно и опять и опять мой интересный сетапчик здесь какая-то отметить x-roll x-roll от грейдка на заходит абсолютно все еще сомами почему на на герсе играть вот у него есть командник можно там убивать вообще спокойно сколько там 150 дэмиджа если об стенку дарит давай почти почти сделал очень хороший кбс от вас b3 но что-то не так как сохраняет угол грейдка мочкой для него наконец-то кислинский выбирается ли стенд сушь муре туристу интересы один у него b1 рестенд и еще и armor break ко всему прочим суши классно я что-то даже не ни разу не замечал чтобы игроки вот на клана так потому что круто вообще мало ну да спокойно спасу ну здесь если сейчас не успокоиться там ну и снизу как отмотал время сейчас грейдка и по-моему запутал просто и снизу абсолютно 21 тут командники очень серьезно решали потому что и ясницкий но прям очень хотел выпрыгнуть из него он очень хотел выпрыгнуть с командника а по итогу учеба получилось что там антир 500 600 900 дэмиджей red 1 и раз дубасику и первому привет 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 по крайней мере вот в те времена когда он на турнирах часто выступал он всегда показывал через результативную игру очень сильно ну я так понимаю что он периодически играет и вот особенно до первом полугодии до хорошего через так ну и сейчас он очень неплохо играет за свою эту frost особенно после того как и ну вот этого вряд добавилась она вообще отбита 1 и 2 мнения если герста какая вара мем спасибо вообще герас считается 2 3 воров самые такие сильные зависимости от матча по берут обычно 2 но они там все более-менее знаешь играбельные но это же герас он песочек есть все играть можно албер спасибо привет и тебе это вы в трубку вы знаете вы стали первым и вторым кстати третья вариация фост естественно по маслу только за третью играл когда ее добавили на за два слайда сразу контратака что-то максом поднажал интересно это же минус 7 от ой как здорово сейчас профайл класс класс очень очень правильно сейчас спидман сыграл в этой ситуации здесь уже пошел угол и смотри просто не дает себе все подойти в углу вот таком небольшом расстоянии вроде казалось бы да а вот ну-ка тихо-тихо тут уже пошел нейтральчик и марки в принципе и не торопится на самом деле сближаться ой как виску блин можно было помешать никто вообще никто не панишет через захваты почему ребята объяснить не понише вид вперед 4 через а интересно макс придумал молодец очень хорошо почти сравнялся по хп ну но время это уже не остается 20 и еще оверхать заходит и еще оверхать блок чуть-чуть времени 15 секунд все тут просто перетерпеть скид марки надо было и все что он собственно и делал просто сейфовый пока вот эти вниз 4 конечно там вообще там хвата не хватает когда в жизни ты не успел бы этот дамаж нанести мне кажется 14 секунд особенно если ну противник находится на таком на расстоянии поки да да у тебя так мало жизни опа не чё-то пролагало но это наверно так у меня да у меня не надо он пока все нормально так лужи и за лужи бросок который снимает обычно 140 снимает 190 200 и да да захватик на студию на 2 1 2 обрати внимание скид маркета взял и даже за джейлил после этого дайте к кстати даже минус 7 он за джейлил с помощью своего семи прямого джеба вот и удался вот это вот это уже будет ой гораздо более ой и опять этот микс от назад два слайд очень часто скид марки этим пользуются просто очень часто и ну настолько это никто не ожидает что ни разу еще не заблочил максу это не раз вот как знаешь это онлайн техники своего рода вот как знаешь вот я иногда люблю так сделать вообще не пользоваться оверхедом например в том или ином матч и в самом конце там просто урехать сделать неждание и работает представляешь это онлайн очень сложно даже учитывая что пока не важно там пока не пока все равно есть определенного рода задержка и это задержка тебе ну не факт что она тебе не помешает заблочить этот уверка ой максимум вторая вариация вторая вариация фуджина с иглой какой противный персонаж очень много сильных опций у него очень хороший контроль дистанции просто игла это f3 это ну короче много чего у него есть такого что легче застрелиться если честно да просто жесть ну что ж посмотрим насколько макс успел за месяц под под натащить этого фуджина сразу начинается до полета мой вперед 3 такая страшная кнопка очень очень невероятно страшная и притом слайд который можно с конфернити спешил даже b1 очень с такого расстояния достается какой-то какой-то кулал марки сразу же реакции на все вот эти вещи человек вот я сейчас смотрю он прям выглядит как реальный человек который играет очень много играет мортик и как будто бы должен войнеркой уже просто просто под банкой стоял и бросок сделал и умер из-за этого если дискорда 1 и второму привет тебе от 1 2 привет я защищаю нас каким-то шпионом 1 1 2 я нужно никнейм и теперь сделать дубасик а просто 2 2 2 2 8 и все катика вот 2 1 2 1 2 так вот ты постоянно думаешь что он после 2 1 2 1 2 ну что-то отменит в страшный панишь прошедло брековый суши прекрасный фоне не делает макс отпустил блок марки за это получил хороший блок первый слайд первый слайд за панишу вверх-3 перебил а где надо было сделать максвелл надо было сделать тупая чему ты его не сделал пиксель остался чип нету фб максвелл да имел шанс имел причем очень жирно даже понимаешь он даже после этого d4 мог убить он надо было всего-то сделать d4 special вот его не сделал почему он два раза но мог он челкнул короче очень серьезно там так ну что шкид марки забирает этот бой выходит в топ-8 по венерам максвелл спускается в лузера